Крымско-татарские активисты привезли в Москву 700 килограммов продуктов и вещей для пленных украинских моряков. К арестованным украинцам пытались попасть их адвокаты, пока безуспешно. Получили ли украинцы передачи в сюжете корреспондента ЮЭТВ Маргариты Стронской. С утра в Москву из Крыма приехало несколько машин с помощью для захваченных украинских моряков. Позади меня то самое пресловутое Лефортовское СИЗО. Мы с друзьями, отчаянными и отважными людьми взяли на себя ответственность привезти собранные в Крыму передачи для них. И когда наших ребят убрали с Крыма, то Крым приехал к ним сюда в Москву. Мы привезли около 800 килограмм одежды, продуктов питания, все, что только могли. И потом сегодня оказалось, что и правозащитники московские собрали тоже огромное количество всевозможных продуктов питания, вещей. Передать все сразу не получилось. В СИЗО действуют ограничения до 30 килограммов. Поэтому оставшуюся помощь правозащитники отправили в изолятор почтой. Позже телеканалу ЮЭТВ сообщили – помощь моряки получили. У нас есть документальное подтверждение о том, что это передано и то, что они получили. О состоянии здоровья моряков говорить сложно, ведь независимых медиков к ним не пускают. Никаких, скажем так, независимых врачей, никаких представителей Красного Креста, причем в нарушении конвенции, так и не было допущено. Поэтому никакого независимого мнения относительно состояния здоровья раненых мы не имеем. Адвокатов к подзащитным тоже не пускают. Объясняют тем, что до сих пор не назначен следователь, который должен дать разрешение на посещение. Увидеть их не удалось. Сегодня с утра я был около СИЗО Лефортова. Подал заявление на имя начальника СИЗО, однако меня так и не пустили. Никакого я не получил. Ничем не объясняют. Вообще по закону никакого разрешения на то, чтобы посетить подзащитного СИЗО нет. Однако в Лефортово сложилась такая практика, что они требуют разрешения от следователя. То есть, ну, такое вот искусственно созданное препятствие. Украинские военные катера «Бердянск», «Никополь» и «Боксир» «Яныкапу» российские военные обстреляли и захватили 25 ноября в Керченском проливе. Суда шли из Одессы в Мариуполь. Подконтрольный Кремлю суд в Симферополе арестовал моряков на два месяца, обвинив в незаконном пересечении границы. Пленных перевезли в Москву. 21 человек в СИЗО Лефортово. Трое раненых в медчасти изолятора «Матросская тишина». На экстренном заседании Совбеза ООН 26 ноября Россию обвинили в нарушении международного права и призвали освободить украинские суда и моряков. 1 декабря расследователи группы «Беллингкэт» заявили, украинский корабль «Бердянск» обстреляли в международных водах, а не в российских, как утверждает Москва.